Всем привет! Я думаю сегодняшнее видео потолочникам будет неинтересно, они и так все знают. А вот обычным людям, которые делают что-то своими руками, ну например натяжной потолок, это пригодится. Что я сейчас хочу сделать? Как вы видите, за мной находится двухуровневый натяжной потолок. Это комната сына, делал я его достаточно давно, лет наверное 6 или 7 назад. Ссылочки на это видео я кстати оставлю, потому что за этим потолком находится шумоизоляция, вы можете посмотреть как я это делал, также вы можете посмотреть как я собирал данную конструкцию и натягивал этот потолок. Каких-то специальных профилей здесь не используется, используется обычный стеновой алюминиевый профиль. Единственное, что вам придется поискать, это вспененный пластик, который я использовал для самого перехода, чтобы сделать вот эти вот круглые части на этом потолке. Что меня сейчас не устраивает? Сам потолок смотрится достаточно нормально, к нему претензий нет, но тогда я установил вот эту RGB ленту. Скажу честно, дети наверное, ну дня 3-4 ей поигрались и все. То есть использовать ее мы не используем, потому что вот этот цвет, как основной свет использовать не получается. И сейчас я хочу заменить вот эту RGB ленту на другую ленту. Вот так выглядит комната, если мы используем только светодиодную ленту RGB. Очень хорошо сейчас видно места, которые отклеились. Вот это место и вот здесь тоже как-то так себе смотрится, если честно. Светильники у меня тоже достаточно странные, потому что первый режим, когда вы включаете и выключаете, у них вот такой. То есть получается такая лютая дискотека, какой-то неон и RGB лента. Ну прям вообще. Поначалу как-то казалось, что может быть это прикольно, но если честно, никогда это не используем. Цветодиодная лента, которую я хочу сейчас использовать, она тоже не совсем обычная. Она меняет свою цветовую температуру при деммировании. То есть когда мы используем ее на 100% мощности, она светит нейтральным светом, грубо говоря, как у нас на улице. А когда мы начинаем уменьшать мощность, она плавно переходит в более теплую, в очень теплую, так скажем, температуру, приближенную, наверное, к огню, к свече. То есть я думаю, это создаст более уютную атмосферу в комнате. И естественно мы еще попробуем с вами замерить освещенность. Будет ли достаточно света, потому что сама лента это небольшой мощности. Ну давайте будем делать все по порядку. Для начала будем отклеивать светодиодную ленту. Как вы, кстати, наверное, заметили, она кое-где уже с течением времени сама отклеилась. И будем вытаскивать блок питания. Давайте посмотрим, что делается за потолком спустя столько лет. А, ну вот лента, видите, она вообще не держится. Вся стала желтая. И не держится от слова совсем. То есть, видите, нет, вот здесь немножко держится. А вот тут абсолютно вся отклеилась. Отклеиваем ленту по всему периметру. И второй кусочек. Как вы видите, достаточно легко отклеивается. А вот там заходит питание на светодиодную ленту. Блок питания мне тоже придется заменить, потому что эта лента 12-ти вольтовая, а новая будет на 24 вольта. Блок питания у меня расположен за натяжным потолком. Это вот как раз вам будет интересно, потому что вдруг вы установили себе давно натяжной потолок. И, например, у вас сгорел блок питания, вы хотите заменить его самостоятельно. Поэтому мы будем снимать часть натяжного потолка. Я постараюсь использовать обычные предметы интерьера. То есть, если у вас нет особых инструментов для того, чтобы вытащить натяжной потолок, буду использовать то, что есть под рукой обычно у всех. Снимаем с этой стороны. И с этой. Так у нас появится доступ. Вот к этому пространству, куда вставляется потолок, нам нужно будет потолок вынуть. Видите, а вот эта часть очень хорошо, прям крепко сидит. Не могу прям ее вытащить. Может в другом месте где-то попробовать. Ух ты, как я ее... Прям очень хорошо держится. Поддеваем в другом месте. Может быть здесь получится. О, есть. Теперь, для того, чтобы нам вынуть потолок, опять же, если у вас алюминиевый профиль, нам понадобится, вот, например, лопатка. Не знаю, правда, выдержит ли пластиковая лопатка нагрузку. И что-то тряпочное. Ну, например, вот полотенце. Чтобы полотно не повредилось. Теперь лопатку вставляем. И отгибаем одну стенку у профиля. Чтобы расстояние стало больше, и вы смогли легче вытащить потолок. Вот видите, расстояние стало больше. Но нужно еще немного отогнуть. И потом будем вытаскивать. После того, как вы отогнули часть профиля, вот такими вот движениями. Видите, я здесь уже пытался одной рукой. Не очень удобно. Вам нужно защипнуть часть потолка. И вынуть его из профиля. Вот, вот эту часть. И затем понемножку вытаскиваем. Если идет очень туго, тогда берем у жены фен и греем то место, где вытаскиваем. Тогда гарпун станет мягче. И в эту сторону еще чуть побольше снимем. Давайте посмотрим. Вот у меня расположен контроллер. И вот он блок питания. Сразу, друзья, более внимательно осмотрите всю эту систему. Посмотрите, где приходит 220. То есть, вот это у меня пришло основное напряжение 220. Выключить автоматы, чтобы, бас, не дай бог, током не ударило. Вот этот выход с блока питания у меня идет на контроллер. И вот на одну ленту и на вторую. Соответственно, мне надо питание подать на другой блок питания. С него уже на другой контроллер. И затем уже, не знаю, может буду подавать на два провода. А здесь ленту также пущу вправо-влево и посредине спаяю. Будем разбираться по ходу дела. И вот, кстати, вы можете наблюдать шумоизоляцию. Лента толщиной на 5 сантиметров. С одной стороны вата сразу покрыта фольгой. Для того, чтобы не было всякой пыли от ваты. И все швы проклеены алюминиевым скотчем. Такая шумоизоляция. Наклеить тебе вот эту старую ленту, Вик? Да. Вот, а детям нравится. Но сыну уже скоро 18, ему вот это вот нафиг не надо. Не надо, не надо. Тебе надо, ладно, наклеим. Это вот и цвет мой любимый. Прежде чем приклеивать светодиодную ленту, устанавливать блок питания, подключать диммер, лучше всего сначала все это проверить, подключив, ну, к примеру, просто на столе собрать. Вот она, светодиодная лента. Да, какие у нее отличия есть. У нее хорошая цветопередача, больше 90 серой. Также она достаточно широкая. И у нее большая, толстая, так скажем, да, медная подложка. К чему это я говорю? Потому что приклеивать мне ее придется на пластиковую основу. И в основном, то есть больше 9-10 ватт приклеивать на пластик не рекомендуется, потому что лента не будет достаточно охлаждаться. А здесь используются вот такие вот маленькие светодиоды 22-16. Вот. И сама лента широкая. То есть я у производителя узнал, сказали, без проблем. Она очень мало греется. Без проблем будет работать на пластике, несмотря на то, что 15 ватт. Блок питания тоже фирмы Ledman. Сейчас я тут все это соединю. И проверю, как это все работает. А затем будем все это монтировать уже на потолок. Давайте подключим и проверим. Для этого я взял провод, который будет у меня на 220 с вилкой. И подключаем. Клеммы здесь самозажимные. Но для проверки подойдет просто смотать провода. А если вы будете делать на постоянку, либо используете провод одножильный, типа ВВГНГ, либо если это будет мягкий провод, то концы необходимо будет залудить. Теперь из блока питания нам нужно подсоединить диммер. Не путаем. Плюс, минус. Так, вот у нас плюс. Здесь уже клеммы нужно будет зажимать отверточкой. Так, плюс втыкаем в плюс, минус, минус. Залуженные провода, конечно, гораздо легче подключать. Просто воткнули. И все. А отсюда у нас уже пойдет питание на ленту. Подсоединяем ленту. Смотрим, где плюс, а где минус. Вот с этой стороны минус. Вот это плюс. Теперь плюс. Закручиваем. На всякий случай проверяем еще раз. Power in. То есть это подача питания минус на минус, плюс на плюс. Lead out. Это выход на светодиодную ленту. Также проверяем плюс, плюс, минус, минус. Теперь можем включать в розетку. И посмотрим, работает ли наша система. Можно проверить, управляя самим диммером. Ох, как ярко. Выключаем. Вот мы диммируем. И у нас становится более желтая лента. Когда мы прибавляем мощности, свечение становится нейтральным. Теперь давайте подключим пульт к самому диммеру. Зажимаем вот эти две кнопки. Оп. Так, выключаем. Включаем. Все, пульт привязали. Можем сделать ярче. Либо тусклее. Ну и конечно просто выключить. Ну а теперь все это разбираем. И устанавливаем. Монтируем за потолок. Наклеиваем ленту. И будем смотреть, что у нас из этого получится. Старый блок питания и контроллер я демонтировал. Теперь что касается проводов. Как вы видите, раньше я сам использовал ШВВП. Везде, но РГБ лента она не мощная. Сейчас будет установлена более мощная лента. Вот этот ШВВП я заменю на ВВГ. То есть от контроллера до ленты нужно использовать другой провод. Перед тем, как наклеивать светодиодную ленту, поверхность конечно необходимо обезжиривать. Берем какую-нибудь тряпочку, обезжириватель и тщательно протираем поверхность. Так как необходимая длина у меня больше, чем 5 метров, мне приходится спаивать две ленты между собой. Но здесь ничего сложного нет. Главное припой, паяльник. Спаяли два конца, проверили насколько хорошо это у вас получилось. И наклеиваем уже ленту дальше. В начале ленты у нас конечно есть провода. Их мы просовываем в отверстие для подачи питания. И с конца ленты тоже питание необходимо подать. Но как вы видите, провода я припаял не на самый конец ленты, а через одно звено. Так мне просто будет проще просовывать их в отверстие. А с обратной стороны провода мы уже смотаем между собой и для надежности спаяем. Блок питания установил другой. Провода на светильнике я менять не буду, потому что тут надо много чего снимать. Оставлю ШВВП. Тем более на них идет 220 вольт. А вот на саму ленту провод я заменю. У меня тоже был здесь ШВВП такой же. Нашел вот обрезок ВВГ-НГ сечением 2,5. Поставлю с запасом. То есть мне вот от блока питания я его пущу на контроллер. И вот от ленты у меня сразу провода выходят. Я их между собой спаял и сразу же подам в контроллер. Все подключено. Пульт мы уже привязывали. Я вот в темноте проверяю. Сейчас она будет плавно разгораться с теплого до светлого. Оп. Вот. А света хватает. Прям вообще отлично. Сейчас сделаю замеры прибором. Выключаем. И так же он будет плавно затухать с нейтрального цвета на теплый. Оп. Переходим к освещенности. На полу посредине комнаты получается 170 люкс. А на краю комнаты, но на рабочей поверхности, то есть на столе, 182 люкса. Для меня света вполне достаточно. А по нормам в спальне должно быть 150 люкс, а в детских комнатах 200 люкс. То есть у нас значение получается между этих цифр. И для сравнения. В кухне на рабочей поверхности освещение 210 люкс. Но не забываем, что тут светильники расположены четко над рабочей поверхностью. И свет, естественно, не отраженный. А в кухне 6 светильников GX53 мощностью 10 Вт. Теперь возвращаем все назад. Нам необходимо подогнуть профиль в исходное положение. То есть примерно, чтобы такой же был зазор молоточком. Подстукиваем. Примерно так. И сейчас будем вставлять потолок назад. Просто обычная лопатка. Попробуем сначала без использования обогревательных приборов. Лопатку, конечно, лучше из нержавейки брать. Она более тонкая. Такими движениями, потихонечку, не спеша. А тут не идет, видите, немножко гарпун вывернулся. Может быть, я сильно подстучал. Нет? Все зашло. Вот получились здесь, как вы можете видеть, морщины. Их сейчас будем греть обычным феном. Одной рукой телефон держу, второй втыкаю. Мне очень удобно. Так. Если вы погреете сначала, а потом будете втыкать, тогда это пойдет гораздо легче. Все, потолок весь установлен на прежнее место. Сейчас мы вот эти морщинки погреем феном. Обычный фен. Все. На всякий случай можете пройтись по всему периметру, где вытаскивали потолок. И устанавливаем назад декоративную заглушку. Ну что ж, друзья, давайте теперь подведем с вами итог не по прибору, а вот так визуально. Это будет наиболее понятный вариант. Сейчас здесь работает 6 светильников по 8 ватт. То есть лица моего особо не видно, потому что светильники светят сверху вниз. А вот над рабочей поверхностью лист, в принципе, он белый. Теперь давайте я включу ленту. Мы с вами сразу увидим, что такое отраженный свет. То есть практически я могу хоть где находиться, и лицо мое будет видно. То есть хоть здесь, хоть здесь. То есть свет заполняет всю комнату. Сейчас лента работает на максимуме. Давайте я выключу светильники. И давайте сейчас посмотрим, как эта лента ведет себя при диммировании. То есть если мы убавляем ее мощность, то она становится более теплая. Вот видите, это примерно процентов 30 мощности. Стало гораздо более теплее. Даже вот стены, хотя они синие стали уже такими, более желтыми. Если мы еще меньше с вами сделаем. Видите, практически вообще как свечка, как огонь. Да, такой цвет стал. Вот это процентов 30, вот это процентов 70. И вот включаем максималку. То есть вот такую ленту сейчас я использовал. Ссылки на все, ребят, я оставлю. То есть на все видео, как я делал этот потолок, как делал шумоизоляцию. Ну и на эту ленту я тоже оставлю. Но это лента казахстанского производителя. Ну естественно там вся стоимость будет у вас в деньге. А я с вами прощаюсь. Увидимся в новых видео. Всем пока. Тюнь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok